Здравствуйте, друзья! Сегодня на Пушкинской я встретил одного очень известного общественника нашего. Это Александр Хуруджи или Хуруджи? Как вас правильно называть? Александр Хуруджи, так правильно. Хуруджи. Занимался Александр защитой прав предпринимателей, защищал их по уголовным статьям, как уполномоченный по правам. То есть у вас была такая должность? Да, я сейчас защищаю, только не столько уже предпринимателей, сколько женщин, вообще всех, кто подвергается насилию, каким-то незаконным преследованиям. Поэтому мой функционал на сегодня расширен, и я являюсь главой комитета по правозащите партии «Новые люди» и занимаюсь комплексно правозащитой. И надеюсь, что пройду в Государственную Думу и смогу создать там комитет по правозащите, чтобы термин «новая защищенность» воплотить в жизнь. А как это? Вот что вы имеете в виду? Посмотрите, я подготовил уже не один законопроект и обосновал, ну, допустим, проведение той же амнистики, которая должна была коснуться более 100 тысяч граждан, которые находятся в тюрьмах, в СИЗО. Но, к сожалению, несмотря на все обоснования, это не было проведено в рамках 75-летия Великой Победы. Я надеюсь все-таки добиться, чтобы была проведена амнистия, и я очень надеюсь, что многие семьи воссоединятся. А вы теперь еще и не только в «Новых людях», вы еще и кандидат в депутаты. Да, я от «Новых людей», как раз-таки кандидат в депутаты по 152-м одномандатному округу, и я буду биться за победу с достойными соперниками. Это интересная борьба. Я надеюсь, что то, что я делаю, скажет за меня избирателям больше, чем то, что обещают. А где находится ваш округ? Первомайский, Ворошиловский район Ростова-на-Дону, Новочеркасск любимый, Аксай. Я так получилось, что пожил и в Новочеркасске, и в Ростове, и именно в Первомайском районе, на Сельмаше, вот первая Арджентина, если знаете, и в Ворошиловском, на Комарово раньше жил, поэтому для меня это очень родной район. Продолжение следует...